Друзья, здравствуйте! Добро пожаловать в 33-й выпуск 5-го сезона «Пути со дна» с прокачкой с нуля в Escape from Tarkov. В предыдущем выпуске вынес лыжнику с развязки химконтейнеры по квесту «Витамины. Часть 1». Заложил последнюю камеру по квесту «Осведомлён, значит вооружён». Собрал все необходимые предметы для лыжника по квесту «Витамины. Часть 2». На развязке настрелял 25 диких по квесту «Вернём ультреблое величие». Затем закрыл механику квесты «Оружейник» с части 14-й до части 18-й включительно. Собрал ХК-416, АСВАЛ, ДВЛ, АК-102 и АКМН. Выпуск поддержали финансово Николай, Роджер, Мамин Ёжик, Бонник Форевер и Стефан. Огромное спасибо, Добрый Лёд, за крепкую поддержку и закрытие комиссии. Вы очень добры ко мне. Будьте здоровы. Роджер, с удовольствием быть. Я обожаю зиму. Белоснежную, стадионную. Эх, жаль у нас Тарковинец смены времён года. Всем приятного просмотра. Эх, чего тут у нас намутилось? Ящик диких чё принёс, говорит. Не грузится, говорит. О, отгрузилось. Оружие принёс. Медицина. Наварил себе пропиталов. А то покупал каждый раз. Всё, теперь у меня будет заначка большая. Ну и тренировочки, естественно. Ё-моё, как без них? Ка-чё? По планам на сегодня Тарковский стрелок, часть пятая. Мне необходимо идти на таможню в ночное время с 9 вечера до 5 утра, используя болтовки восьмерых диких настрелять. Попутно будет делаться квест Путь охотника очистка леса с убийством диких на любой локации. И если вдруг Ришалу встретим, то можно будет закрыть ещё Путь охотника трофей. Если сегодня пару квестов для егеря мы закроем, то у меня получится к докороны вкачать егеря, и пока можно будет подзабить на него, да? Спокойно заниматься квестами от барахольщика. Погнали. Мне нужны только дикие. 8 штук, сболтовки. За один рейд, я думаю, это вполне моя задача. Опачки. Уже напялил ночнушку, да? Чё у нас по времени? Непонятно. Так, а если болтушку возьмём? О, так виднее. 24 минуты первого. 12.24. Значит, я появился на очень даже удобном спавне, я так считаю. Я сейчас со скалы, сидя высоко, глядя далеко, могу наделать делов. Кстати, могу сразу и решалу посмотреть тут же внизу. Ничего себе, банк Рабера, два штуки сразу. Это как понять. Так, значит, спокойно подходим к скале. Смотрим снайперов. Смотрим заправку. Смотрим КП Диких. Заводскую территорию. Тем более, что погода хорошая. Прям. Танков на моей стороне, в общем. Получается так. Пока ничего не буду смотреть. Тайники, шмайники. Лутаться будем попозже. Так как по времени я немножко прижат. До пяти утра нужно все дела свои сделать. Успеть. Так. Все нормально, снайперов нет. Получается. Посмотри, там нет. Ну ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Может еще не подспавнились, парняги? Почему-то в оптику ночнушка не так хорошо работает. Хуже видно. К сожалению. Ладно, ничего страшного. Сейчас мы потихоньку начнем тогда с этой, с левой стороны. На КПП стрелять, да? Все будет нормально. Главное открыть счет. А потом все пойдет своим чередом. О, уже появились. Это хорошо. А ну-ка. А ну-ка. И этого снайпера нет. Ну, шкура цела, уже неплохо. Так, есть. Один. Какая-то возня сразу началась. Где-то на ЖД, что ли, там стрельнули. Что-то я только не понял. А вон он. Внизу ходит. Чувак, нам чувака тоже годится. Так, да. Потому что я же в паке. Только вот где-то теперь. А вот он побежал. Пошел здесь. Есть, габанчик. Гранаты рвутся где-то в районе. База решала, что ли, где ЗБ-13. Но пока спешить туда не буду. Мне так-то дикие нужны еще семь человек. Он тут, я не знаю, он тут, походу, заправку зачистил, я так думаю. Скорее всего, тут ловить уже нечего. Только если левую сторону там глянуть. Так-то за дистанцию бы не парился. Просто пошел бы, да и стрелял. А мне же надо с болтовки. Да и тем более, что видимость хорошая, да? Позволяет. Давай еще раз тогда КПП глянем. Ну как минимум, снайпер должен был на вышку подгрузиться, подбежать. А его тоже нет, прикинь. Пошельно. Тогда что, на заводскую пойти, что ли? В принципе, мне дистанция не критична. Я могу и на любой дистанции убивать диких. Поэтому можно будет оптику у меня, в принципе, снять, да? Да и пойти. Главное, чтобы укрытие какие-нибудь у меня были. Чтобы в случае чего я смог фить. А то с этой болтовкой на ближней дикие быстренько меня размотают. Еще я ищу паки же. Еще, еще и. А, попробуем так и сделаем. Тогда на заводскую я сейчас внедрюсь. Поглядим, что там с чайлоком. Это выкинем, чтобы челоботы, если что, меня потом не убили, да, все-то уже? Или вот с этого же? Понятно, понятно. Блин, видимость просто шикарная. Так, я, наверное, зря на ту сторону собираюсь. Там чувака какие-то лютые. Тут не видно никого. Блин, а где ж я того типа застрелил-то? О. Блин, укрытие никакое. За деревом. Услышу, на заводской территории. Давай тогда попробуем там стрельнуть. Блин, они уже смещаются в мою сторону. Мне это не нравится. Да. И оба разу промахнулся. Базар у него-то стрелок деса. Тарковский. У них ухры-мухры, да? Блин, и выходить очково теперь. Второй где-то прям за угол сюда забежал. Где там патроны, а вот они. Попадет разок откисну же. А вон идет кто-то. Ничего себе. Сразу же второй вышел вон он. Ну, наконец-то. Фух. А, вот здесь на крыльце крутится. Че, половину Квеста сделал? Так точно. Еще четверых осталось, говорит. Док-док. Вон, 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 вон он, сука. Все, базара нет, нашумел. Ой, мамочки, там дикий еще. Давай. Сейчас догоним. Патронов маловато взял. Хотя, должно хватить. Осталось же троих всего. А вон он слева. Видите, бежит сюда. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Не, с такими, блин, расходами, конечно, не хватит патронов. Да, плохо ему слышу. Здесь за стеночкой сидит. У тебя последние два магазина, но у меня осталось всего двоих диких, короче, убить. Я тут сейчас хорошо так подстрелял, значит. Сейчас должно будет подскочить спаун на других точках. На заправке, например, там или на крыше, может, где-нибудь, да, появится. Сейчас поперемся. Вот, спокойно. Без суеты. Двоих диких осталось. По времени успеваем еще? Надеюсь. Да, успеваем только два часа ночи. По времени все в ажуре. Нет, снайперасы-то не появились до сих пор. Похоже, что не появятся больше, да? Можно их не ждать. Тогда надо, в общем, переходить туда, на ту сторону. А что здесь уже дикари не подспавнятся мне? Сейчас мы из-под ЖД будем посмотреть. Из-под ЖД, короче, из-под вагонов можно будет дорогу это посмотреть, где автобусная стоянка. Там прям по дороге они могут ходить, дикари. Там, возможно, мы и найдем свои жертвы. Подкрепимся. Вот так вот, как новенький. Так, в итоге, что я слышал? Я слышал стрельбу на базе Решала. По-моему, на старой заправке. И в общежитиях, по-моему, я стрель... Да, вот старая заправка взрывается. И в общежитиях слышал. Так что здесь сейчас лучший вариант, да? Нахождение диких. Если не на дороге, то на стройке, как пить дать, будут. На дороге тишина. А жаль. Смотри, правда, никого. А вот, чик. Чик побежал. Какой ты хороший парень. Смотри, вышел просто под прицел. Дис, я тут стреляю. Вот это актер. Самый лучший искусственный интеллект, который я видел. Так, что там по задачам у нас? Все, последний остался у меня дикий. Можно, я думаю, подождать какое-то время, несколько секунд. Если его товарищи сейчас не придут сюда лутать его, рассматривать тушку, то спокойно в сторону блокпостасной перов можно будет передвинуться. Я уверен, что там будут дикие на перекрестке. Главное, чтобы мне по спине никто не настучал, да? Не настрелял. Надо же. Снайпер и вообще ни один не появился. Так, ну что там? Или идем дальше? Идем дальше, получается. Старая заправка рвется. Можно, в принципе, там где-нибудь. Так, значит, на... Подкрасться третьим, да? И по карателю продвинуться. Чего у меня, кстати говоря, там по карателю-то? Ой, двое осталось всего. Прикольно. Ну ладно, я сегодня, в принципе, запланировал другое, так что... Уж двоих чувака-то мы попутно где-нибудь достреляем, как вот этого, например, да? Да, на заправке. Так. Не знаю, светятся они в темноте или нет, не помню. Такое типа незаметно, да? Но всем кусты перешуршал. Переливы я уже сдал. О, сахар. Зашибись. Сорок тысяч за ячейку. Не видать, никого не слыхать. По одному дикому на точку спауном. Ну, на заводской хорошо повезло мне. Там прямо они пошли на меня. Кучкой, толпучкой. Вот здесь сейчас на дороге, я уверен, будет какой-нибудь дикарь. Или чё? Или как? Или где? Нет, не видно. Ну, на ВСРФ, значит, будет сто процентов. Не может быть, чтобы здесь вообще никого не было по-диким. Ой, ФРНД-Патроны. Падёт. Капец. Чё-то нету никого-то. Жуткошь. А вот он идёт. Тебя-то я и ждал. Братёня. Заходись. Всё получается. Даже выживать, выходить с локации нет необходимости. Зажибись. Я досматриваю ВСРФ и выхожу на ВСРФ. Потому что тут сейчас пару диких ещё стрельным. Так, у меня было там сколько? 18? По-моему, убито диких из 30, да? Показалось, что ли? Так. Плюс 8, 26, ещё четверых. И я ещё один квест егерю закрываю. Заберём. Чё, let's go домой. Или в офисы ещё заглянуть. Видеокарту глянуть-то. Тогда пофиг, чё мне терять. Давай, в офисы таможни загляну. Там есть у нас сейф. И место спауна видеокарты. Гляну. Будет-будет? Нет. Тогда мы пойдём. Пацаны, окружаем! Нафиг ты всём рассказываешь-то, что я здесь. Опачки. Даже не открыто. Хорошо. Брат, у тебя. Я за видеокартой. Не завезли, видимо, карты, получается, да? А почему? А почему? О, разведочку зато завезли. Ништяк, ништяк. Благодарствую, благу. Хлорочки подвезли. Ништяк. Эх, я уже думал. Видеокарта. Вот это, наверное, скинем. Нафиг я ей не пользуюсь. Пользоваться не буду уже. Забираю лид-экс, которого нет. Видеокарту забрал, её не было, да? Лид-экс забрал, тоже нет. Вот здесь тоже видеокарта может спавниться. Но сегодня это всего лишь счётчик Гейгера. Акс-74. О, вот это вот за ячейку хорошо стоит так-то. Пойдёт, пойдёт. Ладно, пошли тогда домой. Не буду я тут ковыряться, лутаться долго. Уже, наверное, там и по времени у меня поджимает. Да, уже красный почти что-то таймер. Так, так, по пути ещё курточку гляну какую-нибудь. Да и всё. Цели на рейд выполнены, это главное. Чё-то своё можешь выкинуть. 102-й так-то. А, вот это викинем туда. У-у-у, полный ящик сотри добра. Что-то хрень чего-то стоит 100%. Блин, тут не лутан, и уходить теперь неохота отсюда. О, красавчик лежит. Так, так, так. Вкусняво! Ладно, кружок маленький, почёто дам. А здесь, тут, там лутанусь. И из рейда удалюсь. Красный таймер подъехал. Полет! 102-й, не знаю, с ним сейчас играют, не играют. Знаю, что со 101-м вроде как катают хорошо так. 102-й фиг его. Ну, 102-й он, по-моему, ещё и квестовый по оружейнику. Хорошо, может быть, удачно продать его получится. Ну, в любом случае, у меня горностай застрахован. Горностай вернётся мне. Нет места для рублей, говорит. Нет места для рублей, говорит. А, я выбросил магазин тут. Кто молодец? Я молодец. Бинтик тогда, фить. Ёлки зелёные, полный ящик. Полный ящик всякого хлама. Ну, зато правильно полутались. Я к тому, что вовремя. Не в начале рейда, да? С полным мешком, чтобы потом по локации бегать. А ближе к выходу. Чётко всё. БС-очки заберём. Ух ты! Ух ты! Красота-то тут какая! Ляпота! Это сюда тогда? Что ещё? Что ещё? Тут всё нужённое. Так, ладно, это ДТК тогда не буду брать. Хотя, даже не знаю, мне этот магазин нафига уже нужен. Я оружейник это сделал. Всё, что надо было мне. Долгий получасовой рейд получился. Около пяти тысяч опыта. Но зато мы одного в карателя закинули ЧВК. И сделали ночной квест. Для тарковского стрелка, для егеря точнее. Значит, тарковский стрелок, часть пятая мы можем завершать. Убили на таможне диких. В ночное время с болтовки. Восемь дикарей. Выдаёт теперь тарковский стрелок, часть шестая. Мне необходимо убить диких снайперов, используя болтовые винтовки пятерых. Диких снайперов обычно я хожу стрелять на берег. Но так как я все квесты практически переделал на берегу, я предлагаю походить на таможню. Там же на таможне можно добить квест очистка леса, если встретим диких снайперов на крышах или на трубе, и подстрелим их. Но если посчастливиться, сможем каратель пятую часть закрыть. Двух ЧВК на таможне встретить, это как делать нечего. Главное убить их в паке и в этом шлеме, да? Опачки. Так. Заряжаем волыну, значит. Блин, вот левого на крыше я не вижу, да? Ну ладно, мне надо в ту сторону передвигаться, потому что у меня есть там спаун. Одна крыша, на ППП второй снайпер, на трубе третий снайпер. И по-моему я его уже вижу, да? А, нет, тут труба. Все нормально, пока снайпера нет. Надо, надо сместиться мне сюда в эту сторону. Вот, я думал темнее намного будет. Нормально, нормально. Сейчас только светлее будет. Это что, все хорошо. Правую крышу глянем. На правой крыше. А это что такое? Патетичка только летает. И все. Хе, снайперов нет. What the fuck? Тарков, ну чего ты? Уж так же не договаривались. Когда не нужны эти снайпера, проклятые, они спасу не дают. Бегаешь, щемишься от них во всякие щели, ныкаешься, и они тебя из-под земли практически достают. Но когда нужны они, естественно, днем с огнем их не найдешь. Нет, не там, не тут, не здесь, нигде. Браво. Общежитие хвозняк это. Давай тут еще эту посмотрим, крышу. Где-нибудь отсюда с сопки, я думаю, увижу. Так, это не то здание, а вот это слева, которое... Да нет его, прикинь. Опять, второй рейд подряд, ни один снайпер не заспаунился. Капец. Ну, последний шанс на КПП, там его увидеть. Где у меня выходы? Что мне тогда тут делать? О, елки-палки, вообще в другой степи, да? Надо было питание подать там. Пока на той стороне был. Тогда просто диких достреляем. Для егеря постараемся, да? Да, и просто пойду на выход. Блин, я думал, хотя бы одного-двоих, если получится подстрелить, было бы уже шикарно. О, появился дикий снайпер с соперей на крыше. Сейчас он остановится. Дай мы его, бам. Один готов, чинка. На трубах отсутствует. Вон. Хоть один, и то хорошо. Так, а та крыша. Видать. Нет, похоже, что там нет, в общем, снайпер. Ну ладно, я все равно в ту сторону пойду сейчас. У меня же там выходы. Сейчас тут только снайпера гляну на вышки на КППшные, и все. Задерживаться тут не вижу смысла. Там где-нибудь по пути еще пару диких стрельных. Это не проблема. Тишина. А тут нет снайпера. Где ваш снайпер? Эть, зашел. Что за хрень? Эть, зашел. Кто пришел? Чебок, что ли? Чебок. И вон там второй, чувак. И вон там второй, чувак. Блин, не вижу. Еще кто-то пришел. Потому внизу я точно попал, я знаю. Я его даже убил. Он лутает что ли? Это дикий. Да, это дикий. А то Чебок уже забежал по ходу в ангара, да? Что бы удовольствие, он же с Ксюхой был. Здесь кто по кустам у меня шуршал. Это тоже интересно мне. Блин, я как раз против солнца. Кита здесь. Не вижу никого. Блин, хороший шанс был избавиться от этой паки, да? Доделать карателя пятого. Но не дострелял я Чебока. Не разглядел, где он. Куда проскочил. Попробуем глянуть, что тут у Чебока было. Ох, блин, как он открыто-то лежит. На самом-то деле. Нифига себе, якшон. Так-то за дикими пришел. О-о-о. Мискузи, браза, мискузи. Это что такое? Надо проверить. Может там мой десятый ЧВК? Хе-хе. Что-то дикие кого-то там агрессивнее, что-то... Кого-то нашли. Ага, наяривает, слышь? Ще, попялимся. Че за возня такая? Хе-хе. Ну-ка, вот здесь вот. Ха-хе. Смотрите продолжение в следующей серии. Короче, стреляли с базы Решалы. Так. У меня есть хороший вариант сейчас подстрелить тут чувака. Хотя лучше было бы это сделать, конечно, на дистанции. Смотрите продолжение в следующей серии. 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 До сих пор что-то там стреляет. Попробуем подловить его где-нибудь там на выходе, на переходе, на перебежке. Все в таком духе. Самому главное не убиться об него, да? Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Я и так могу. Хе-хе-хе. Снайпероли у нас... Нет, получается. Жалко. 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 Вон он возится. Жалко. 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 Хе-хе-хе, юг. Бля навсой. оказывается было подозрение начато твою мать пчелобор короче одного босса я подстрелил я фиг его знать что там с остальными как они делаются как они разматываются я тем более в пакетах что я рисковать точно не будут да и смысла чуть нужны они мне теперь и полу то можно пошуршать вот 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 непонятно кто-то дикий скорее всего да пожрать бы конечно не помешало это не боссы пробежали получится потеряться здесь хочу они сгс и шахты устрелял как стрелял или это боссы тоже выделывают что делают что ничего не понял себя себя проверять конечно не хотелось бы но любопытно давай глянем глазком неужели судагуны стали приходить стрелял где-то отсюда с района грузовика что ли с разлома нет это по диким стреляют ну хотя гуны по моему и диких могут разматывать до пошли они короче по территории этой самой это не по мне опа и 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 что происходит вторая волна чувака подгрузилась на карту что блин опустил я того типа к сожалению по нему хорошая инфа была а вон он сидит стоит прикинь как его не увидел сразу но он с кем-то был как пить дать карателя закрыл зашибись наконец-то предлагаю его мешок стараканить слышь там еще есть чуваки серьезно говоря он дикого лутал что-то не сходится а у него трофейная g28 прикольно прикольно мк у него трофейная ничего получается этих гунов размотали что ли я последнего добил для них тянет что-то вроде там еще глушенные какие-то стреляли смотри это с галкой мк с галкой тоже я моя куда ее пристроить странно это все ладно проверять не буду пошел я в общем и целом на выход вышел за снайперами короче а получилось намутить накрутить тут кучу целую всякого а в каком она состоянии да не она в идеальном состоянии это скорее всего смеченки вытащили или чуть в этом духе у гунов скорее всего чуть пока цена и будет оружие шагун и там еще двое живы как минимум я только 1 убил чё это чё лоботы что ли капец там пилигрим и все на свете не пошел я короче от соблазна этого подальше у меня пока всего лишь на всего там не пойми где эти короче сидят дикари костер работает значит горит точнее значит выход работает у нас пошли на выход нифига себе интересный рейд получился однако 27 минут 9 тысяч опыта получается смотри один только снайпер из диких и бир юсек это почевы ком да я короче босса одного кнайта убил в голову путь охотника очистка леса я могу закрывать квеста как 30 диких по всей территории таркова мы настреляли каратель часть 5 тоже можем закрывать потому что сегодня я добил чвк одевшись в бронежилет пака и шлем 6b 47 доступен теперь каратель часть 6 по этому квесту мне необходимо придать жетоны биров 7 штук юсеков 7 штук ну и теперь нужно убивать чвк используя винтовку свт за исключением завода говорят 15 чвк и каратель 6 мы закроем у егеря куча квестов высыпалась путь охотника начальник завода говорит найти в potrzebную кепку бос найти тагилы путь охотника контролер необходимо убить бойцов чвк находящихся под эффектом ослепления двоих ослепленных нужно убить говорят путь охотника злой вахтер здесь нужно убивать чвк в районе общежития на то может evidence штук путь охотника отступники ликвидировать отступников юсек и путь охотника администратор необходимо необходимо и путь охотника администратор разобраться с мародерами в отеле пайн-вуд на локации улице таркова 20 штук это надо по ходу диких до перестрелять и подать сигнал желтой ракетницы во дворе отеля у егеря интересные конечно квест интересно давай еще один рейдик прогуляемся за дикаря все-таки на таможню посмотрим что там по деньги можно будет вытащить да она мне точно лишним не будет особенно учитывая что мне потом 50 тысяч евро нужно будет где-то нарыть оба джа заводских размотали дро базар нет я вовремя пришел так автомат имеем теперь на бтшках нормально нормально я еще такой думаю сейчас загружусь и буду спокойно себе лутать просто все что знаю а тут на тебе нафиг подарок просто без ничего нормально о шлем нашел не но это 102 это по ходу решаловский да базар нет этот на трассерах 103 за 762 патронах прикольно весело весело встретим новый год так я там пламя как видел здесь вообще никакого нет нацепим этот прикольно да ладно еще пару пушек так ладушки чё я хотел вообще сделать я хотел деньжат приподнять ой еще и этот самолет летит аэродропический но были бы тут чувака меня бы точно тут не заспавнило так что я после всей свистопляски подтянулся сюда получается пробирается было но особенно возникает смребется был быITCH Халява! Эй! У него Алёнка. Ладно, чё, пойдём. Тут всё, лутанули конкретно. Бесповоротно. Где у меня выход вообще? Чё, ещё эрдроп близко где-то падает. Чё, по выходам не посмотрю. Старая заправа. Админ ворота. Не совсем понятно, чё. С эрдропом походу себе... А, вон его под выход себе кто-то выкинул. Точнее, вызвал. Возможно, это те чуваки, которые тут размотали, да? Чё, рюхнем? Мочи! А, уже замочили. Опа, жопа. Чё это было? Блин, ну они... В более выгодной позиции. Не пускают. Я, правда, не понял, кто это, челоботы или чеваки. Непонятно. И выход, скорее всего, там работает, да? Раз они уверены, туда север дроп вызвали. Костёр-то бишь горит. Ага, вон пошёл. Как бы мне... Гремотно их обойти, а? Прям вот чтоб комар... Носа не подточил. Эть. Угу. Что-то ненормальный. Хех. Об колечко трётся. Но эти типы, короче, в курсе они... Не то чтобы в курсе, они прям ожидают, походу. Подхода моего. Чего-либо, а не конкретно моего. Короче, знаешь, что я предлагаю сделать? Прибежать на ту сторону технично. И, может быть, получится подрезать их с той стороны с зелени. Да ты чё, серьёзно? Не ожидал я его здесь. Блин, и дикий, зараза. Стоял же там возле спящего. И молчком, сапком торчит, что-то крутится. Нет бы, поорал бы хоть на него. Я бы хоть понял, что там кто-то есть из Чевыков. Да и ладно. Главное, что у меня за Чевыка сегодня успешные рейды получались. Дикие, это не страшно. Я, в принципе, знал, куда и на что я иду. В общем, не удивлён. Всё, я на этом буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, выпуск вам понравился. Благодарю за вашу поддержку. Пальцы вверх и добрые отзывы. Приятной игры, хорошего настроения. До следующего выпуска. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова